Памятник Ленину из бронзы. Высота 6 метров. Вес больше 5 тонн. Продается дорого. Миллион гривен. И с учетом того, что этот памятник является последним памятником Ленина в Черниговской области, а это делает его цену гораздо выше. Покупателя мэр города Новгород-Северский ищет через интернет. Ильич не просто бронзовое изваяние. Это собственность Корсовета. Все документы на него имеются. Все это на такой дорогой бумаге с золочеными буквами. На тот момент около 65 тысяч рублей обошлось государству строительство этого памятника. Это можно сравнить с стоимостью приблизительно 10 машин Жигулей. Правда, желающих купить бронзового вождя пока мало. На рынке стоимость одного килограмма бронзы составляет 80 гривен. Городской бюджет получит около 350 тысяч гривен как лом. Но много есть людей, которые коллекционируют такие памятники тоталитаризма. Пока украинцы не могут решиться на покупку Ленина, Олег Бондаренко времени не теряет. Ищет потенциальных покупателей за границей. Была мысль написать в посольство КНДР. Можно было предложить им поставить памятник Ленина, чтобы они установили его где-то рядом с памятником товарища Ким Чен Ира или товарища Ким Ир Сена. Правда, жители Новгород-Северского относятся к инициативе грандоначальника неоднозначно. За этот памятник дороги не построят. Мы сколько платим автомобилисты в казну за дороги, сделали дороги. Как их не было, так и нет. Теперь кому он мешает? В общей сложности постамента велича в Украине около пяти тысяч. Большая их часть после Ленина падая исчезла бесследно. Чаще всего активисты просто разбивали памятники. Хотя далеко не везде местные жители поддерживали такие действия. Если демонтаж производился какими-то общественными организациями, а не коммунальными службами, то сказать где скульптуры невозможно. Тем временем, самый большой памятник вождю в Украине и Запорожье уже продают китайцам. Правда, цену и детали местные власти обнародовать не спешат. Хотя куда потратят вырученные деньги, уже знают. На ремонт дорог, уборку города и освещение улиц. Так хотя бы сойдя с постамента, Ильич будет освещать путь запорожцам. Ирина Кононенко, Андрей Лысак. Настоящее время. Черниговская область. Запорожье.